Улыбка Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом Чтобы жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск семейного альбома. Мы сегодня в гостях у Казбека и у Мадины Пшиншевых. Казбек Пшиншев – руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарии и заслуженный экономист Кабардино-Балкарской республики. Казбек, вы представьте нам своих домашних, пожалуйста. С удовольствием это сделаю. Наверное, начну с самой главной хранительницы Ачиган, с моей супруги Мадиной. Она у нас и зам по тылу, а может и не зам, а начальник тыла, да, и боевой товарищ, ну, воспитательница, мама. Напротив меня сидит моя старшая дочь, наша старшая дочь Даниза. Вот, она учится в школе, наверное. Вот, и второй мужчина в доме Тимур, тоже школьник, учащийся в школе. Вот такая семья, кратенькая, если сказать. А член семьи, который спит? О, ну, это самый главный член, который, я думаю, еще появится у нас. Младшая дочка Карина. Она отдыхает. Костюм мушкетера. О, это целая история. Когда он узнал, что у нас будут гости, он сказал, я должен быть в каком-то необычном ряде. Я же Пшиншук. Казбек, первый вопрос у меня такой. Откуда ваши корни? Ну, наши корни, мы вообще родом из Малай-Кабады, из Джерастани, как говорят. Вот, наши предки, их отцы из Верхнего Курпа, отец родился уже в Нижнем Курпе. Мадина у нас Лискенского района, Саргудана. Ну, соседей, скажем так, соседей районами. Семья у вас большая, братья, сестры? Наверное, нет. Большая, когда, наверное, пятеро-шестеро детей, я так считаю. У нас средняя семья, у нас три брата, у меня старший брат. У Мадины тоже три сестры, как у Чехова. Для детей тоже это будет открыть. Ну, получилось так, что я работал в налоговой службе. Вот, и Мадина прошла все этапы конкурсного отбора на замещение в акадной должности. Ну, я очень долго сопротивлялся, не хотел ее принимать на работу. Ну, мой начальник все-таки настоял. Мне нужен был парик. Мадина у нас кто? Мадина у нас страшный или старший, ведущий налоговый инспектор. Вот так. Главный. Главный, даже главный, видите. Но все равно инспектор налоговый. У нас вообще семья такая, налоговая. Значит, у нас так, у нас семья был проработан, когда мы работали в этой службе. Много лет проработали, Мадина продолжает работать. Сейчас она по уходу за вот этой... Младшим членом вашей семьи. Да, девушкой. Вот. А так, история знакомства. Знакомство было такая. Против женской кандидатуры вы были? Я был абсолютно против. Мне нужен был парень, мне нужен был сотрудник, который будет ездить, проверять районные инспекции и так далее. Я долго-долго пытался сопротивляться. То есть человек жестким характером должен был быть? Да, да. Ну, опять же, желательно, что парень там переездится, специфика работы и так далее. Ну, все-таки получилось так, что Валерий Машендиров, начальник, он настоял, рассказал, что у него хорошее образование, да, высших и так далее. Вот. Ну, и, наверное, ей не сладко пришлось, потому что у меня ее побольше, наверное, других. Ну, и со временем, не знаю, как получилось, что... Стал приглядываться, стал разглядывать и положить лекарства. Да, и, знаете, уложил руку на сердце. Это у меня средний брат все, Анзор. Подтолкнул так было. Да, так что, наверное, все-таки с ним больше всего... Стрела Амура все-таки вас настигла? Ну, наверное, да. Пронзила насквозь. Мадина, чем понравился начальник, руководитель, а впоследствии и супруг? Ой, не знаю, как-то... Ну, вы тоже не рассматривали его как? Столько лет прошло. Да нет, конечно, это же начальник, как на него так посмотреть можно. В общем, так только уже начались разговоры. Возможно, женить тебе, естественно. Сотрудничество. Быстренько перевели его в другой отдел. Ну, и, как говорится, ценаолога гуляла на свадьбе. Свершилось. Когда это состоялось? В каком году? 8 января 2012 года. О, 8 января, зимой. 8 января. А 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. То есть у вас, как бы, такая цифра. Ну, с этой даты у нас тоже. Не то, что у нас непосредственно, а года два назад, наверное, когда только учредили вот этот единый сад, я считаю его прекрасным днем. Нужно его максимально, да и ваша передача этому способствует. Семен Иванова, она самая святое, что есть у каждого человека, близкие. А с этим днем связано, что наши родители, вот, были достойные одной из первых медалей, это было два назад было, медаль называется «За любовь и верность». У нас это было с большой неожиданностью, очень приятным сюрпризом. Две семьи в тот год наградили в Терском районе, насколько я помню, семьи в Товчаковых, и всем общей вышел. Ну, вот два профессионала, да, вы? Ну, я на тот момент еще не была профессионалом, конечно. Ну, все равно, Коля, у вас взяли на работу, у вас видели большие перспективы, да? У нас в случае дипломов с иностранными лицензиями английскими, обстанскими, которые я тоже листал очень быстро и старался... Очень-очень скептически. Да. Вот, ну, опыта, конечно, было маловато. Сложилось так. В отделе были и опытные сотрудники, они, конечно, очень помогли и научили ее быстро, потому что времени мне многое уделять по работе не удавалось, так что ее опекали другие сотрудники. Но притирка вот долгих характеров уже в семейной жизни. Трудности возникали? Вы знаете, нет, наверное. Я просто, ну, в любом случае, не принято у нас говорить о детях, о старших. Ну, о старших, наверное, принято. Я, в общем, наверное, благодарен судьбе и ее родителям, потому что мы замечательные родители, которые смогли воспитать в таком духе вот их три сестры. Просто, ну, не знаю, насколько это можно об этом говорить, но о старших, наверное, можно, у них прекрасная семья, уважаемая, к сожалению, папы уже нету, недавно нашел из жизни. Папа, я имею в виду, ну, у тестя, да. Вот, ну, слава Богу, мама рядом, вот, и они прекрасных детей смогли воспитать. Вот, насколько получилось у моих родителей, наверное, время покажет. Вот нас, как я уже говорил, трое. Все ребята, у бабушки тоже были. Получилось, их удостоили медали. Видимо, да, видимо, это тоже, наверное, не случайно. Но все-таки хотя бы там был. У вас и прабабушка. У нас моя бабушка, и прабабушка жива. Сколько лет? Наверное, больше 90, в районе 90. Да, мы долго пытались вычислить и так далее. В общем, даты точно нету, к сожалению. Вот, но по самым таким склонным подсчетам на 90-м, наверное, есть. И очень надеемся, что он еще у нас поживет. Храй Бог. Душевные, как говорится, нечая. Мердана у нас, как, не знаю, в семье, это не символ, наверное. Самое главное. Да, самое главное. Одна воспитывала, дедушка погиб на войне во фронте, как ее мыли, к сожалению, было. И она воспитывала детей. И три поколения у нас были только мальчики рождаясь. У бабушки были только мальчики. У родителей, вот у нее было два сына. Вот, у старшего дяди нашего двое сыновей. У папы нас трое. Вот, и думали, что девочек так и не будет. Когда начали рождаться девочки, дедушки даже с бабушками не знали, как с ними общаться. Обещаться, да. А у них несколько другая история, у них как раз три девочки. Дед, я часто говорил, четыре женщины в семье. Как, другая, она сложная. Он говорит, нет, это было замечательно и замечательно. С чего начинается день у семьи Пшеньшевых? Завтра к овсянке. С овсянки, да. С овсянки. Мама нас приучила к овсянке. И мы, если несколько ложечек овсянки утром не поедим, может, чего-то не хватает. Еще день у нас начинается с того, что мы собираемся в школу, но это когда рабочие дни. А выходные? А выходные? Ну, сначала чуть-чуть отдохнули, потом овсянку поели. Нет, у Тимура выходной день начинается с того, что он приходит ко мне и еще потом говорит, папа, можно поиграть на компьютере, потому что в рабочие дни, в учебные дни. Папа не разрешает. Папа не разрешает. Поэтому он раньше, чем овсянку, просит разрешить на компьютере поиграть. Заведено ли в вашей семье собираться за столом? Обязательно. Давайте про это немножко. Обязательно все вместе, потому что практически мы целый день не видимся. И как бы вот здесь такое расположение традиционное, я хотела, чтобы было так, чтобы сидела вся семья здесь. Мы практически каждый вечер ужинаем все вместе. Естественно, все рассказывают, кто что получил, у кого как прошел день, кто как музыкой позанимался. Музыкой мы занимаемся очень серьезно. Музыка 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 поехать, но тем не менее, в Гарберах тоже бываем, вот, они любят, наверное... Я хотела бы, чтобы мы поехали в горы, порыбачили. Да, хорошо, мы поедем в горы, порыбачиваемся. Орбаку тоже есть. Да, там как-то с ними на одном таком прудике половили форель, им это очень понравилось, что прелюбился бы. Вот я родился 15-го июня. Дениза у нас зимняя девушка. Водолея. В феврале родилась корешка, родилась в ноябре. В шестом году у нас копеор. Вот поэтому такой вопрос, такое разнообразие. Есть что-нибудь от знака в характерах? Ну, от знака в первую очередь у нас, потому что среда полностью вводная. Он рыба, я рак, и у нас как бы мы не любим громких криков, не любим каких-то таких скандальных, таких ситуаций. Всем вот этого очень плохо. Тихо, спокойно, гладко. Даже как бы вот в начале, вообще начальнейшей жизни мы договорились, что мы никогда не будем говорить какие-то слова. Вообще никогда. Определенные. Да, есть слова, после которых уже не вернешься обратно. То есть, если даже как бы не нравится, плохо, или хоть что-то сказали. Ну, что, наверное, не столько слова какие-то определенные. Есть, наверное, как сказать, не писанные, не то что правила, а какие-то рамки, наверное, в семье любой должны быть. Чего делать вообще? Опять же, от старших. Категорически запрещено. Тестя нам всегда говорил, я не говорил, что дочкам своим, что и все хорошее, и все не очень хорошее, старайтесь оставлять в семье. Не надо это выносить, как говорится, не то что ссоры, но очень мудрый был человек. И сразу, выйти за которых, очень сложно вернуться. Это взаимоуважение в семье, какие-то отношения, очень ничего не нужно изобретать. У нас замечательные традиции, обычаи кавказские, которых, если пытаться следовать, если этому суметь научить, наверное, детей, я думаю, что и у них в будущем будет взаимопонимание и спокойная, нормальная жизнь. В принципе, учить не надо. Дети должны это видеть. Да, совершенно верно. Да, учить очень сложно. Говорить одно, а делать другое, да, очень сложно. Ну, к нам присоединился самый младший член вашей семьи. Это наша Карина. По поводу имени была целая история. И все дети решали, как ее назвать. Из множества вариантов они все-таки выбрали Карину. Спорили долго? Долго, пока мы доехали с Анечкой до Террика на машине. Кстати, Карина сначала решила я, а потом уже пошло, поехала. Правильно. Ты же папин помощник. Второй мужчина в семье. Да, правда. Нарится имя. Когда называли детей, смысл вкладывали в имена? Денизу у нас она называла моя сестра. Моя младшая сестра. Да. Да, Дениза. Да. Можно сказать отдельно моя младшая сестра, наверное, моим детям, как вторая мама. Она тогда была еще не замужем, сейчас она замужем, у нее тоже Ляречка. И, ну, они очень были к ней привязаны, и, ну, вот, практически воспитанием, наверное, занималась она. А, ну, вот, сына, папа, наверное? Сына, нет, сына назвал мой папа. Ага. Сына назвал мой папа. Ну, там, конечно, все есть, у каждой истории есть своя прекрасная история, кто-то что-то увидел во сне, кто-то что-то хотел. Как бы вот оказывалось такое влияние, но в итоге как бы вот так получилось. Дениза, идти. Бабушка моя сказала, мне приснился мальчик, которого зовут Тимур. Технично передали сон бабушке и детстве, и он дипломатично сказал. Ну, это тоже с вами был на отношении. Да, это так что-то. Козлик сказал, что у папы не было сыновей, поэтому нашего сына назовел тот. Папа, кстати, а почему Казбек? Почему, не знаю. Есть, наверное, у каждой семьи есть вот такая красивая легенда, история происхождения фамилии, да, рода. И по различным версиям, старшие различные версии рассказывают, но, наверное, еще раз говорю, какая красивая легенда, что наш предок пришел к одной версии со стороны Осетии, к другой со стороны Лигеи и так далее. Поселился вот в районе где-то верхнего Курпа. Поселился так, поселился. Позже легенда говорит о том, что он там гостел, был то ли на Бердне село, то ли, что он сюда тоже рассказывает. Неплохо проявил и князь этого села предложил ему какую-то награду, но он был гость. Он отказался от награды и сказал, если есть возможность, я бы хотел остаться жить в этом себе. И вот его прозвали Пшинше, что означает скабальдинского Пши, это князь, Энше, это отрицательная частица, Пшинше, это без князя фактически. Вот как вот такой вариант в версии есть. Не знаю, может быть, с осетинской стороны, что и назвали осетинским неосетинским. А двоим катикам как там? Анзор и Залим. Анзор и Залим. Средний Анзор, а у Марши Залима. А у Макины сестер? Залина и Марина. Как избавляетесь от плохого настроения? Вот достаточно на нее взглянуть, посидеть и уже подержать. Настроение, да, уходит. на второй план. Ну, честно говоря, мы вообще, наверное, больше оптимисты, если меня такая. Скучать не дают. Хоромы у нас не очень большие, поэтому все время друг у друга на виду. Где-то спрятаться достаточно сложно. Кто-то занимается музыкой, кто-то смотрит телевизор, делает уроки. Все одновременно и достаточно шумно. Дониза, Тима, вот расскажите мне, какой у вас папа? Вот кого-то папы здесь нет. он добрый, иногда немного строгий, но это ничего. Это ничего, в меру. Это даже правильно. Но когда он строгий? Когда вы не слушаетесь? Ну да, когда не слушаемся, когда не вовремя что-то просим, компьютер, например. Почему нравится музыка? Вот вы, по-моему, оба занимаетесь, да? Да. Ну, музыка это наше семейное дело. У нас каждый занимался. Мама, папа, дедушки, бабушки, все занимаются. Ну, это ты, Дониза. Мне просто очень нравилась музыка, и поэтому я попросил, чтобы прям сразу меня перед летними каникулами записали. А чем она тебе нравится? Ну, не знаю, такой красивый звук издает, и я хотела фото уметь издавать. Каждый раз, когда рядом со мной есть пианино, увлекаюсь рисованием. А спорт тебе нравится? Угу. Чем ты занимаешься? Каким видом спорта? Ушу. И на плавание холостом. Дониза, ты. Ну, я тоже музыка, тоже ушу, тоже плавание. Папа, карма, папа, карма, мы себя будем прятать. Папа, 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 я сын, шатан. Вот мне мама историю рассказала интересную про питание. Что Дониза не любит? Я не люблю сладкое. Конфеты, всякие там соки, фанты, колы, вот это все я не люблю. А почему? Ну, я просто не люблю сладкое. А что любишь? Я люблю молоко, здоровый образ жизни, молочные продукты. Зато Тима у нас переполняет план по сладкому, да? Да, он это. По чуть-чуть ест. Значит, он очень добрый, наверное. И, кстати, в колу, фанты, вот это все, я уже отвыкаю от этого. Так это, конечно, правильно. Ты молодец. Если кинуть гвоздь, он расплавится. Папа приводил пример? Нет. Мама рассказывала. Мама рассказывала. Казбер, мальчик и девочка. Вот у Данизы в характере есть что-нибудь мальчишеское, такое мужское? По-моему, нам надо характером поменяться. Поевая у нас девочка. Поевая ванна, пойдет. Посудительная, я так полагаю. Дима у нас, опять же, у нас особо не принято, да, вообще о детях могу и говорить, но мы сегодня, тело нашей встречи, встречи с семьями, я все-таки скажу, Тимур, наверное, более такой мягкий, хоть и не особо спокойный, да, вот они любят иногда и хулиганить, вот, ну, не без этого, это все-таки. Я люблю комнату нахуй убирать. Да, они помогают маме. правые соси, вытерели плыль. Мама с мамой, но тяжело. На доброй семья, конечно, семье, что друг другу, конечно, нужно помыли. И еще помыли посуду, потому что там немного было. Правильно, я помыл, внизу все расставила. Вообще, папа с мамой кем хотят видеть? Своих деток? Честно говоря, даже не думали. Хотелось бы, чтобы они не шли по какому-то шаблону, юристикой, как мама с папой. Да, может быть, что-то новое, более интересное. Особенно, воплечается 9 мая. Это такое, как и во многих семьях, он такой, грустный такой праздник. Праздник, конечно, но очень грустный. Это праздник нашей бабушки. У нее, ну вот, как бы в этот день она вспоминает дедушку. Ну, что-то раздает, как принято. Ну, наверное, это вот день его, потому что она не знает точную дату его смерти, потому что он пропал без вести. Во время войны. Да, во время войны. Да, был танкистом. Последнее письмо написал с госпиталя из Тулы. Он написал, как там у них тогда было, кто-то писал. Это самое письмо тоже хранил долго у меня. Оба дедушки воевали. Один прошел всю войну, мамин, папа, в Венгрии закончили войну до Пешти. А отца, отец, он погиб, погиб по-толгистам. То есть, это тот день, когда без напоминания, без обзвона вы должны выйти у бабушки. Это правило, да, все, кто имеет возможность, там, средний брат в Самаре живет, работает, но стараются все вот этим родителям приехать, особенно бабушки. Ну, лишний повод, наверное, встретиться, пообщаться. пообщаться, да. На вещах стараемся, конечно, почаще, измени всегда получаются. У нас традиционная кавказская семья. Естественно, все любят мясо. Курицу, шашлык из курицы, из бараби, из говязь. Просто мясо. Еще раз мясо. Традиционные блюда, конечно, джет-биджа, паста. Это наши кабардинские блюда, балкарские блюда. Хачаны очень, дети любят очень. пироги всевозможные. Все, все, как бы, все, все такое традиционное. Все любимое. Это все любимое. Без мяса практически, ну, ни один день. Да, по-нас, ни один день. Дети очень любят мясо. Наверное, рецепт семейного счастья это преемственность какая-то. Суметь вложить в них то, что постарались вложить наши родители в нас. И опять же, традиции, обычаи у нас самые лучшие. У всех они самые лучшие. У всех замечательные. Или по долгу службы, или как-то. Бываешь в разных местах, в разных странах. Везде свое что-то традиционное национальное есть. Я настолько говорю, сколько веками сложилось, эти красивые обычаи, традиции, отношения в семье, отношения к старшим, к младшим, когда самый главный князь входил в дом, или как он говорил, не ведите меня туда, где и старше меня, и важнее меня, это ребенок. Вот. И вот если суметь вот это вложить, наверное, это и будут самые основные ингредиенты того блюда, которое потом получится в виде их дальнейшего благополучия, благополучия семьи. Это такая же семья, как и многие сотни, десятки, сотни других. Но у каждого, конечно, наверное, есть свой маленький рецепт дополнительного счастья. Кто-то больше времени может проводить с детьми, наверное, это огромное счастье. Кто-то у кого-то живы дедушки, бабушки, это в тройне большого счастья. И вот у меня друг говорит, у меня много друзей, кого-то назвать, кого-то не назвать не хочу. Он говорит, ты самый счастливый человек, потому что у тебя есть родители. В общем, это, наверное, все-таки взаимопонимание. Даже если на сцене тяжело где-то выслушать, где-то как-то в каждой семье бывает какие-то разговоры, да, вот недавно. и шероховатости, да, они и должны быть, иначе ты не будешь не сумеешь ценить, когда хорошо. Женщинам самое главное не обострять. Не обострять. На той шее. Да, на той шее все, аккуратненько сглаживать. Мама Казбека мне сказала, когда я вышла замуж, пришла к ней в семью, она сказала, самое главное, вот твое счастье в твоей семье зависит на 99% от тебя. Наверное, как-то вот изначально мне повезло, выбрала человека правильного. А дальше уже как бы все нужно было аккуратненько сложить. Вот муж, семья, дети, все так хорошо по полочкам. Здесь мы отдыхаем, здесь мы работаем, здесь мы... Это уже как бы... Это все женские вопросы. Все вопросы, вот бытовые вопросы, какие-то там... Такие вот, ну, мне кажется, у нас семья была так, у Казбеков семья тоже так же. То есть все, все, как бы женщина, мужчина самый главный, мужчина самый первый, он глава семьи, он приходит, все сразу, все дети, и папа пришел, все быстро к нему подходят, его обнимают, целуют, это ритуал, это обязательно. Я не устану повторять, что лучше нашей республики нет вообще ни в мире, ни в мире. И я хочу пожелать, чтобы был мир, спокойствие, и поколучие. У нас для этого все есть, у нас замечательные люди, у нас замечательная молодежь, у нас самые лучшие старшие. Дай Бог, чтобы как можно дольше они были рядом с нами. На мой взгляд, для чего живет каждая женщина, хотелось бы пожелать здоровья, процветания, счастья детям, будущему поколению. И каждой маме стараться воспитывать детей так, как воспитывали их наши предки. Хочу всем детям нашей республики, одноклассникам, друзьям пожелать, чтобы все хорошо было, чтобы здоровы были, чтобы с учебой все хорошо было, чтобы родители слушались. Хочу, чтобы мои одноклассники учились не на предстоит пятерки, а в нем не те только пятерки с плюсом были, ни одного замечания, чтобы не было, чтобы хорошо поступили во второй класс, чтобы в нашей республике всегда был мир. Спасибо вам за то, что вы нас пригласили. Мы от своей программы желаем вам благополучия, достатка, здоровья, творческих успехов и процветания. Семья любви великой царства, вне вера, праведности, сила, семья опора государства, страны моей, моей России. Семья — источник изначальный, небесным ангелам хранимы. И грусть, и радость, и печаль «Одни на всех неразделимы». Друг друга храните во все времена, живите в ладу и гармонии, И пусть будет жизнь ваша Освещена Болью Ветра и Ветро Что бы жизнь повторилась сначала, Загляните В семейный альбом Что бы жизнь повторилась сначала, Загляните В семейный альбом Сколько всякого мы не позабыли, Сколько снова забудем потом Что бы вспомнить, какими мы были, Загляните В семейный альбом Что бы вспомнить, какими мы были, Загляните В семейный альбом Загляните Продолжение следует...